Учителя, воспитатели и методисты образовательных учреждений «Котельников» подвели итоги прошлого учебного года и обсудили планы на новой. В школе номер два прошла городская ежегодная педагогическая конференция. Подробности буквально через секунду. «Котельники» вошли в число лучших муниципалитетов по итогам минувшего учебного года. С этих слов начала свое выступление начальник управления образованием и социальной политики Ирина Евграфова. Высокий уровень был подтвержден и в ходе единого государственного экзамена и по результатам педагогической аттестации кадров. В свою очередь глава городского округа Алексей Сидзеневский отметил, что особая роль сегодня уделяется развитию инфраструктуры системы образования. Например, через несколько дней первых воспитанников примет новый детский сад «Аленка» на третьем Покровском проезде. А чуть позже, в полную силу, с только что возведенной пристройкой на 80 мест, заработает детский сад «Детство». Еще одно дошкольное учреждение планируют закончить в микрорайоне «Белая дача» в декабре 2014 года. Впрочем, и это далеко не все. В этом году мы начнем строительство еще одного детского сада на 180 мест, с косеем на землях агрофирмы «Белая дача». Не агрофирмы, а сейчас уже группа компаний «Белая дача». Они любезно предоставили нам под это участок. По словам Алексея Юрьевича, в следующем году администрация намерена продолжить столь успешный опыт по возведению пристроек к действующим образовательным учреждениям. Так, в рамках программы по ликвидации двухсменного обучения новыми корпусами обзаведутся вторая и третья школы котельников. Алексей Сидзеневский обратил особое внимание, что по-настоящему гордятся в нашем городе не строительными достижениями, а уровнем подготовки профессиональных кадров школ и детских садов. За последние, за 14 лет, по-моему, трое награждены грамотами Минобразования федерального. Прекрасно вы проводите конкурсы, педагог года, классный руководитель года. Это очень хорошо, это замечательно, и мы всегда стараемся вас в этом поддерживать. Подтверждение слов главы города, заместитель начальника управления образования и социальной политики Ирина Кузьмина привела итоги аттестации, которая проводилась весной этого года. Свыше 15% учителей-методистов образовательных учреждений получили первую высшую категорию. Все, кто подал заявление в аттестационную комиссию Министерства образования, все прошли. То есть ни одно заявление не было отозвано, и ни одному педагогическому работнику не было отказано в присвоении категории. Далее зашла речь о летнем оздоровительном отдыхе. За счет городского и областного бюджетов были профинансированы поездки юных котельниковцев в Краснодарский край, Республику Крым, Белоруссию и Болгарию. А 260 учащихся младших классов посещали уникальный образовательный лагерь «Белка» на базе городских школ, который в этом году получил статус инклюзивного. В его составе был специальный коррекционный отряд для детей с тяжелыми заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Этот опыт удался, и не просто мы смогли этим, видимо, обеспечить комфортное существование еще не месяц, а мы их полностью включили во всю программу лагеря. Они участвовали во всех мероприятиях. И к концу смены в школе номер один, где у нас, собственно, этот отряд базировался, уже, конечно, было просто удивительно смотреть, как наши обычные дети общаются, приглашают их по себе играть. Взрослым сложнее, мы строим какие-то социальные связи, мы строим партнерские взаимоотношения, а дети просто общаются. Также в рамках педагогической конференции прошло награждение почетными грамотами и письмами от имени правительства Московской области и администрации городского округа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова